Тренер с победой, у вас с днём рождения Спартака. Какие у вас эмоции после лига? Ну, эмоции отличные. Команда выигрывает. Тем более, в такой непростой ситуации, как оказались сегодня. Много слегка прибавивших. Но ребята молодцы. Играли все 60 минут. Терпели. И отдать должное молодцы еще раз. Заслуживают уважение сегодняшних и два очка. Показатели. Конечно же, хотелось поздравить и болельщиков, и наших ветеран, которые сегодня присутствовали на матче. Поэтому старались показать хороший роккей, выиграть игру. Нам это удалось. Спасибо. Вопросы дали? Наверное, я задам тон, Борис Сергеевич. Еще раз победой. Сегодня еще раз день рождения и ретро-матч. Какие-то дополнительные эмоции у вас были? Или, по большому счету, это рядовая игра в рамках чемпионата регулярного? Не, ну понятно, что и сегодня были дополнительные эмоции. И сегодня у нас ветераны нашей легендарной спортака присутствовали. И ребята понимали, что нельзя ударить. Глядь лицо, надо сыграть достойно, чтобы и сделали. Промыслили из ваших легендов спортаковского удовольствия. Они смотрели с удовольствием. Сейчас прообщался за Борис Александрович, майором. Поэтому поблагодарили все ее. Но опять же, эта игра уже все в истории. Готовимся дальше к следующей игре. Теперь еще по матчу тогда. Наверняка вы разыгрываете на тренировках большинство 4 на 3. Тем не менее, вы взяли паузу. Это для того, чтобы отдохнуть, передохнуть? Или все-таки вы какие-то указания давали игрокам? Ну, можно сказать, и то, и то. И передохнуть, да. И попробовали чуть поставить правильно. Но опять же, хорошо собирал. Команды с Лаванью лавят втроем. Не получилось забить сразу руку. Но уже к булитам вырвали победу. Поэтому не всегда так все гладко, как хочется. Но эта игра, это хоккей, соперник. Хорошо прочитал. Наши розыгрыши 4 на 3. Поэтому не смотри за бить. Рустам. Арис Альбович, скажите, пожалуйста, не знаю, задавали мы вопрос в Питере. Один из ваших защитников, Александр Якишин, сыграл, отыграл все матчи на Кубке Первого канала. Четыре матча за пять дней. Это за пять дней. Как вы посмотрели его состояние? Не было ни в усталости? Может быть, это тоже стало причиной того, что он сегодня не сыграл? Я думаю, да. Потому что мы же подсчитали вообще, что он сыграл 13-го числа и 20-го. Это было все. За восемь дней он провел шесть матчей. Конечно, организм. Но хотя он молодой, крепкий, здоровый, молодой человек. Но организм, может быть, где-то был истощенный. И, естественно, иммунитет где-то снизился. Поэтому, может быть, и забоял. Но это ни в коем случае никому в упрек. Это бывает. Это жизненная ситуация. Поэтому мы не можем форсировать. Мало ли какие отложнения могут быть при легкой температуре. Поэтому у нас выхода не было. Как-то угадать, ему обзохнуть. И восстановить здоровье. Поэтому, конечно, тяжело для любого хоккеиста. Понимаете, на восемь дней шесть игр это... Ну, это жесткий, очень жесткий график. А вообще, как оцените его игру на засборной матчей? Уверен. Хорошо отыграл. Смотрел все игры просматриваю. Поэтому, ну, только пожелать ему дадить, чтобы много, говорится, просветания в игре. Только добавлять от матча к матчу. Но все есть. И романта, и здоровье, и рост, и вес. Поэтому я думаю, что он будет только прибавлять и прибавлять. Коллеги в зале еще вопросы будут? Коллеги в зале нет. Коллеги в зуме. Всех вас подключаю. Коллеги, есть вопросы в зуме? Да, просто. Местер Бородзору. Комиланцы сказал, что мы знали, что Спартак будет глубоко садиться, отдавать шайбу, играть в откат. Скажите, была ли задача, если вы играть, например, в откат, ваться поглубже у Спартака, играть от соперника? Нет, ну, конечно, мы знали, мы разбирали команду с аналогией Лев, поэтому была изначально такая тактика, если мы не успеваем зацепиться при бросе шайбу в зону, то сразу, конечно, мы старались сворачиваться и встречать соперника в средней зоне. Это плана игру, и он сработал. Так что под каждую команду, под каждую игру мы стараемся сделать план игры, донести до ребят. Но сегодня это получилось, и ребята выполнили ее на отлично. Еще вопросы, Зоня. Да, такие вопросы у меня есть. Все знают, что у Салава, на самом опасном, в связи с велики, да, самые опасные легионеры, помните, как бы, дополнил Шумилтоноску, учитывая, что первый матч в Спартаке, где у тебя проиграл 2-3, там тоже легионеры играют достаточно неплохо. Ну, не всегда, конечно, и в каждой команде есть лидеры, есть снайперы, всегда обращаем внимание на них, говорим, как против них играть, поэтому это, я говорю, это нормально. Каждую команду разбираем, мы знаем в каждой команде, какой сильный игрок, сильные его стороны, слабые стороны, понимаете, конечно, мы это все доносим на ребят, и они прислушиваются и выполняют. Ну, знаете, мы всегда, когда игроки играют в свои бывшие команды, конечно, и они настраиваются дополнительно, ну, и плюс ситуация сегодня так сложилась, что у нас состав утром был один, а пришли на игру, пришлось менять. Сегодня даже Соколопов у нас играл в нападении, не хватило одного нападающего на игру. Ну, такие ситуации бывают, это жизнь, это спорт, поэтому, ну, а ребят, которые, раньше играли за Уфу, конечно, для них, ну, это была дополнительная мотивация показать себе, но они все сыграли хорошо, молодцы. Борис Олегович, сегодня новость о том, что ИНХЛ не поедет, вот для вас, как для специалиста и болельщика, интереснее было бы смотреть Олимпиаду с игроками ИНХЛ, или, может быть, нет, как вы это для себя? Мы знаем, здесь игра, наверное, выше турнира джима импийских игр, мы не знаем, самый, наверное, высокий турнир, и, конечно, хотелось бы видеть всех суперзвезд, из всех стран, но мы их, конечно, приятнее смотреть, когда выходит играть суперзвезды, и, ну, опять же, ИНХЛ, это своя лига, приняли такое решение, это уже не первый раз мы сталкивались с данным проектом, ну, ну, что делать, придется проводить без ИНХЛ, а так, конечно, хотел бы видеть лучших звезд, хоккея, мирового хоккея, как говорится, самые сливки, которые играют в ИНХЛ, было бы приятно видеть. Вы дважды участвовали как раз в таком формате, когда ИНХЛ играли, может, помните, как это в трассе, в Олимпийской деревне, например, вы как общались с ними, или не общались? Нет, мы жили одной командой, одной семьей, там была большая комната, по три комнаты, по два человека, ну, это, для нас это турнир как турнир, но мы представляли страну, мы представляли честь страны, и, конечно, ехали только за золотом, так сложилось в 98-м году, что проиграли четверг в финальной игре 0-1, а так вот, могу сказать, что все ребята, которые приезжали, они старались играть за страну, и за что-то другое, а именно за нашу Россию, за советские и российские хаки, поэтому отдавались полностью, а так рассказывать какие-то мелочи, что там было, но не будем ли это.